Привет, друзья! Сегодня будем говорить про посадочные страницы, их еще называют лендинги. Лендинг от слова «приземляться» – это то, куда вы приземляете свой трафик. Это одно из ключевых элементов бизнеса. Сегодня я фокусируюсь на этом глубоко. Я подготовил вам документ, который вы можете смотреть параллельно с прослушиванием, просмотром этого видео. Начну я со своего опыта. Я, когда начинал свой бизнес, первый бизнес «Кнопка жизни», мы там строили сайт. Тогда все оперировали сайтом, слово «сайт» на основании интуиции, здравого смысла. Тогда мы не знали, что есть формулы, не знали, что их можно искать. Делали по наитию, переделывали, и эффективность была очень слабая. Это было реально сложно, но был творческий процесс. Но так как мы не знали, что бывает по-другому, поэтому, в принципе, были счастливы и довольны этим процессом. Результат был так себе, и хвастаться нечем. Второй мой путь начался в ОЖ, когда мы с женой начали строить наши первые курсы, и тогда мы познакомились с таймпадом. Запишите себе вот это сразу на карандаш, это то, что вам нужно будет в домашнем задании потестить. Это, по сути, такой портал, где можно назначать какие-то мероприятия, но его также можно использовать под любые продукты. В нем преимущество в том, что там внутри можно сразу оплачивать, вам не нужно переключивать никакой эквайринг, и можно оплачивать даже на физическое лицо, поэтому можно не иметь ИП. И там нету какой-то сложности, там, по сути, редактура очень простая. Просто текстом описываешь мероприятие, вставляешь фотографии, и уже можешь анонсировать и продавать. Плюс даже партнерские ссылки там можно отслеживать. В общем, мы начали пользоваться инструментом, он, конечно, не очень гибкий, там нет функционала, но для того, чтобы протестировать первый продукт, я вам очень рекомендую начать с того, чтобы просто завести на Таймпэде аккаунт и там начать тестировать ваши продукты. Тем более, часть продуктов могут быть бесплатными, и это самый быстрый способ сделать посадочное место. Это даже не особо лендинг в классическом смысле, но его можно использовать как лендинг, то есть заводить туда трафик, мы туда тоже лили рекламный трафик, и он хорошо, нормально конвертировался, и зачастую даже конвертировался лучше, чем потом лендинги, которые мы делали корявыми, еще не умели их делать. Потом мы решили, что все же мы доросли до лендингов, и по модели, которую мы нашли в бизнес-молодости, первую нашу формулу, мы начали строить уже лендинги, но мы не знали про конструкторы, и конструкторов тогда еще не было, это был 2014 год, тогда конструкторы только-только появлялись. И мы, соответственно, сделали ТЗ, ТЗ уже по формуле, уже очень радовались тому, что не нужно изобретать велосипед, а можно взять существующую формулу. Но тогда не было конструктора, и, соответственно, нам нужно было сначала дизайнер, потом программист, потом верстальщик, потом их нужно было соединять, потом были какие-то взаимные косяки. Окей, бок с ним мы сделали, но, естественно, бизнес-система гибкая, нужно всегда что-то менять, доделывать, дорабатывать, и, естественно, каждая доработка стоила по 100 долларов. Но это просто было неудобно, но других вариантов тогда и мы не знали. И где-то в конце 2014 мы познакомились с первым конструктором платформы LP, он назывался, и мы до сих пор на нем работаем. Их, благо, нам не нужно было тестировать разные. Мы наняли тогда маркетолога, взяли консультацию и попросили, чтобы он нам сделал первые лендинг-пэйджи. И он сразу пришел и говорит, слушайте, мы потестировали очень много чего, и самый удобный, самый функциональный, цена, качество, простота – это платформа LP. Поэтому те, кто чуть более продвинуть себя чувствует и чувствует силу себя и желание разбираться в технических штуках, записывайте платформу LP, на них мы дадим ссылку, и мы до сих пор, большинство лендов, у нас там, наверное, их штук 300, мы там даже остров делали. Платформа LP нас даже приглашала как кейс записывать, потому что мы очень крутой ленд запилили на платформе и продавали премиальный продукт через конструктор. То есть это подтверждает, что на конструкторе можно делать очень качественные крутые ленды, которые продают продукты по 7-10 тысяч долларов. В том числе все лендинги акселератора, сделанные на платформе, и вы тоже платили по 300-500 тысяч рублей с этого лендинга, это значит, что они работают. При этом они очень простые, и я их сравниваю с PowerPoint. То есть мы сейчас все можем делать презентацию без дизайнера, взять шаблончик и его докручивать. Соответственно, платформа позволяет как PowerPoint делать презентацию, так она позволяет делать ленды так же просто. Первое время я это сам делал, но у меня с визуалочкой не очень, поэтому я быстро нанял человека, который этим всем начал разбираться. А я после этого... Часто бывает так, что чтобы сделать какую-то корректировку, нужно написать ТЗ. А платформа настолько проста, что вместо того, чтобы писать ТЗ, как-то формулировать мысли, можно просто самому зайти и исправить. Я часто до сих пор захожу, если вижу, что-то нужно изменить в тексте, я меняю в тексте. Вот. Таким образом, я показал, как мы сначала от наития полного делали, потом узнали формулы, но все еще делали через программистов, верстальщиков, дизайнеров. А сейчас на конструкторе люди со вкусом делают. Очень важно понимать, я это буду подчеркивать время от времени, что в посадочных страницах самое важное – это текст. Это те мысли, которые вы несете через текст. Пока что все же большинство продаж делают через крутые тексты. Поэтому умение писать – это приоритет номер один. Умение быть копирайтером. Но это не ракетные науки, это не рок-ин-сайенс. Это сплошная логика. И вот этой логике я сегодня вас буду учить. Я расскажу ту формулу, которой я пользуюсь, которой пользуются все мои друзья. И чтобы вы понимали, уровень мой. Сергей Капустин занимается онлайн-образованием 9 лет, а лет 11-12 у него опыт маркетинга. И в том числе в Макселе у них одна из ключевых компетенций – создание как раз-таки этих лендинг-пейдж. Сергей, когда увидел конверсию на моих лендах, он сначала не поверил, он думал, что я обманываю. А у меня нормальная конверсия на подписном ленде – это 65%. На продающем ленде они там разные, но они зависят больше от вебинара, от конверсионного элемента, но они тоже очень хорошие и высокие. И когда Сергей сказал 65%, он-то не поверил. Мне нужно было зайти в систему аналитики, показать. Он потом попросил рассказать, как я это сделал. Я немножко приоткрою занавес. Сразу говорю, что какие-то элементы оставлю для годовой программы, чтобы все же было понимание, что там самые изюмые, самые-самые-самые-самые важные такие штуки, которые, соответственно, делают эту разницу. Потому что везде считается 40% конверсия подписного лендая – это круто, а у меня 65% считается нормой. Соответственно, вам расскажу вообще в целом логику и как сделать так, чтобы у вас был реально сильный ленд по сравнению с другими и как задавать логику. Потому что важно понимать, ребят, что сердце описания продукта – это посадочная страница, его нужно, наверное, делегировать техническое исполнение, но тексты, ядро наполнения смысла нужно учиться это делать. И, естественно, желательно прям погружаться так, чтобы вы получали еще от этого кайф, потому что без кайфа сложно сделать крутую штуку. Соответственно, сейчас уже прозвучало два важных названия – это таймпад и платформа LP. Вам задание – зарегистрироваться на этих площадках и протестировать, как они работают, вообще хотя бы понять, порисовать, покрутить, повертеть, посмотреть видео обучающие, чтобы вы понимали, как минимум, что это просто и чтобы вы понимали, что даже человек без опыта может буквально за неделю, за две сделать, во-первых, обучиться, а потом сделать очень крутой, хороший лендос. Главное, чтобы была хорошая визуалка. Текст нужно делать совместно. Возможно, привлекать специальный копирайтер, чтобы передать ваши мысли, ваши смыслы. Делать можно самому, либо с подрядчиками. Я рекомендую подрядчиков. Вот мы, к примеру, когда делали пару посадочную страницу и продающую страницу для акселератора, это все нам обошлось 1015-20 рублей. Текст делал я все. Соответственно, еще раз вот себе пометил, тексты, 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 очень-очень-очень важно. По подрядчикам у нас есть список рекомендованных подрядчиков, но, опять же, мы их будем давать в годовой программе, когда мы будем именно уже точить ланды. Теперь я перехожу к 5-5 самым важным шагам. Я взял 5 самых важных шагов плюс 2 менее важных. Получилось 5 плюс 2 шага в структуре лендингов. Соответственно, это, по сути, формула. Я всегда буду возвращаться к аналогии в отношения. То есть, чтобы парень смог выстроить какие-то отношения, пусть в пикапе или какие-то серьезные отношения, все начинается с какого-то взгляда, потом какого-то рассматривания более плотного, потом какие-то слова, приглашение попить чай, сходить в кино, и постепенно-постепенно отношения развиваются. И редко прямые предложения пойти домой в гости заканчиваются успехом. Нужно постепенно-постепенно подогревать и выстраивать доверие и интерес друг к другу. Соответственно, и в продажах также важно уметь правильно подогревать и выстроить доверие. Если доверие выстроилось хорошо, их можно выстраивать через маглиты, через вебинары, то даже не нужен продающий ленд. То есть, я сейчас рассказываю про его важность, но его тоже не нужно переоценивать. Потому что если вы сделали круто подписной ленд и круто сделали лид-магнит, а лид-магнит может быть вебинар, а вебинар может быть просто бронебойным, где вы человека берете и держите, на ленде невозможно так вот глубоко держать вниманием. Это нужно, ну, я таких лендов не видел, если честно. А вебинары есть, которые прям держат человека и ведут к нажатию на кнопки «Купить». Соответственно, подходим, значит, понимая вас с фокусом, с тем, что фокусом внимания, что хорошие подписные страницы и вообще взаимодействие с лендами – это как выстраивание отношений, значит, пять важных шагов. Первый шаг – это чтобы человек вообще понял, куда он попал. То есть, вот он через рекламу, либо через какую-то статью, либо через партнерскую рассылку, он попадает к вам на подписную страницу, на лид-магнит. И он должен понять, куда я попал. Если он продает на продающей странице, он тоже должен понимать, куда я попал. То есть, первый вопрос – это что это? И вы можете продавать разные вещи. У вас может быть интернет-магазин. Окей, он должен быть понимать, это интернет-магазин. Это может быть медиапортал. Он должен понять, о, это медиапортал. Это приглашение на вебинар. Ага, это приглашение на вебинар. То есть человек должен это сделать буквально вот так, быстро, но дальше, когда он попал в интернет-магазин, это интернет-магазин шуб, к примеру, или это интернет-магазин книг, он должен четко понять, что это. Это как картинки должны говорить об этом, так и слова. Если он попал на медиапортал, соответственно, там так и говорится, это медиапортал, посвященный онлайн-образованию, медиапортал, посвященный фри-паблисти. Если это вебинар, то это вебинар, соответственно, я вот в этом документе, который я использую сейчас как шпаргалку, там будут ссылочки на всякие разные ланды, вы их посмотрите. В общем, человек должен понимать, что если он попал в интернет-магазин, то это интернет-магазин чего? Шуб. А эти шубы из чего? Из норки, шиншиллы? О, из норки. А это для всей России или для Новосибирска? О, для Новосибирска. Таким образом, первое, что он должен понять, это интернет-магазин шуб из норки в Москве. И дальше, после того, как он это попал, он понимает, насколько это ему актуально, актуальны ему шубы. Сейчас зима или лето, жена имеет шубу или уже плешь проела. И, соответственно, после того, как он понимает, это мое или не мое, к примеру, вебинар по онлайн-образованию, как построить школу с нуля и заработать первые деньги, пошаговый план, если человеку это интересно, он регистрируется. И тут, конечно, вопрос, насколько был качественный трафик, релевантный. Если он релевантный, то, соответственно, он попадает. И вот в моем случае я знаю, как делать так, чтобы была конверсия 65%. И об этом я вам рассказываю. Соответственно, и после того, как человек понял, куда он попал, дальше он должен понять пользу, что же он получит, почему именно эти шубы, даже если ему нужна шуба, почему он будет, и даже если он из Новосибирска, даже если жена нужна, он должен понимать, почему этим людям. Поэтому на языке пользы и ключевых выгод человек должен понять, что он получит, ну, по сути, кроме шубы, он должен понять, почему вы. И это, по сути, уникальное торговое преимущество. Мне нравится пример на матрасах. Вы там можете написать матрасы размера 2,30 на 2,50, огромные, ортопедические, средней жесткостью, внутри только натуральные материалы, там, кокосовая стружка, там, шерсть и еще что-то. Аллергии не вызывает. Это какие-то технические параметры. И все, в принципе, ими оперируют. Но людям нужны другое. Люди, как правило, покупают матрас, чтобы спать хорошо. Чтобы гордиться тем, что у них самый большой матрас из всех их знакомых. Чтобы гордиться, что это королевский матрас, или, может быть, даже, что королева Британии спит на таком матрасе. Чтобы был классный секс, чтобы жена была благодарна, что, наконец-таки, муж купил, раскоширился и купил крутой матрас. И вот если вы будете говорить на этих эмоциях, или даже, к примеру, если это натуральный материал, то вы можете сказать, что не вызывает аллергенов, ни одна панда не была убита. И это можно рассказывать на языке фана, каких-то эмоций. И люди тогда, вы проявляете свою уникальность, своего продукта и себя. И люди начинают вами интересоваться уже не просто как параметрами 2.30 на 2.50 средней жесткостью, а то, что вы можете человеку дать. И что интересно, что это же вы можете вести, начиная с рекламного сообщения. То есть, подарить жене счастье, купить ей классный матрас. И дальше через весь ленд вести. Если человек кликнул на эту рекламу, значит, ему нужен релевантный ленд. А если нужен человеку самый большой матрас на районе, чтобы он там кайфовал, то ему нужно это, начиная с рекламы, потом на лендинг-пейдж позиционировать. Соответственно, учитесь оперировать, именно говорить на языке пользы, а не каких-то характеристик или качеств, на языке выгод, что же человек получит. И вот это был второй шаг. То есть, первый шаг – это что это? Зачем это мне? И третий – это уникальность именно ваша на языке выгод. Вернее, второй. Третий – это вот человек уже, ага, интересно, да, жене нужна шуба, да, из норки, да, в Новосибирске, оба самые лучшие цены, самые там нестандартные модели. Интересно, но пока не верю, что-то вот я вас не знаю, кто вы вообще такие, то есть, такой сразу после интереса, так, ну, нет доверия. Соответственно, и тут лучше всего работает виртуальный тест-драйв, когда вы включаете видео, показываете фоточки ваши, с вашими шубами, вашими помещениями, вашими матрасами, вашими выступлениями на вебинарах, кусочек вебинара какой-то, расписываете уже более подробно, про, вот, ну, в общем, всячески погружаете человека в атмосферу. И вот лучше всего, это вы знаете, ребят, кто из вас любит котят или щенков? Я очень люблю щенков. Я когда только их вижу, я очень, я к ним подхожу и хочу их подержать, и потом мне очень сложно с ними расставаться. И вот этот тест-драйв, виртуальный тест-драйв вашего продукта, он должен создавать подобные ощущения. Вы взяли этого щеночка, и он такой классный. Вы прям улыбаете, смотрите на него и прям понимаете, что вот он вам так нужен, хотя он вам не нужен, но он уже вам нужен, потому что вы его прониклись. И вот продукт, вот эта шуба, ваш магазин, тот интерьер, то, как вы о нем рассказываете словами, вашим видео, ваши картинки, фоточки, оно должно вызывать вот такую же эмоцию, как этот щенок, которого не хочется отпускать. Здесь можно играть на контрасте, потому что если забрать щенка или вот погрузить человека в это позитивное будущее, когда он на онлайн-образовании может зарабатывать существенные деньги, как он может, к примеру, через free publicity выстраивать свой личный бренд, и благодаря этому у него зарплата вырастет процентов на 50, у него клиенты будут приходить по нулевой себестоимости, потому что он будет уметь пиариться. И вот вы погружаете его в это состояние, что ты будешь уважаемым человеком, вас будет узнавать, вы сможете жить в другом месте, вас будут уважать другие люди, у вас изменится качество жизни и самоощущение от жизни. И когда вы погружаете его в это состояние, он уже это хочет, как щеночка. Потом вы говорите, но представьте, что через 3 месяца и через полгода и через год ничего не произойдет. И вы таким образом у него забираете, то щеночка, он такой, нет, нет, хочу, давай дальше. Это тоже такие инструментарии, это триггеры. Все эти триггеры мы будем проходить глубоко и тестировать их и проговаривать через друг друга, учиться ими оперировать для вебинаров и для посадочных страниц и для лид-магнитов на годовой программе. Сейчас я немножко даю вам это прочувствовать, как это, что это. Соответственно, вот третий элемент, это вот интересно, но хочу доверие. И мы здесь не доказываем, что нам нужно доверять, мы еще глубже показываем, посмотри, как это классно. И после этого он говорит уже, ой, я вообще возбужден, я хочу этого щенка, я хочу этого онлайн-образования, я хочу этого фри-поблисити. И дальше он когда возбужден, и он говорит, все, это уже похоже на правду, но... И у него это вот но. И дальше нужно снимать уже технические характеристики, типа длина, ширина, где выращена эта норка, какая гарантия по этой норке, давать отзывы впечатленных клиентов, давать кейсы тех ребят, которые уже у вас построили онлайн-образование и тех, кто с нами построили личный бренд, показывать цифры, что у нас 2600 выпускников, показывать их статьи в Forbes, в ведомостях, видеозаписи с ними, сюда же расписывать подробно гарантию и часто задаваем вопрос раздел. То есть это то, что уже скучно на человеку, чтобы вот все же снять последние ограничения. Вот он говорит, блин, интересно, уже хочу, вот уже да, ну вообще, там, ну типа, дайте мне вот, какую длина, там, где норка выращена, так, а вот действительно ли люди могут зарабатывать, там, миллион, полтора миллиона рублей в месяц чистыми на онлайн-образовании, а дай-ка я ему напишу в Facebook, вот здесь как раз ссылки на Facebook этих людей должны быть, и это все идет ниже, то есть мы вначале это не даем, потому что, ну типа, зачем сразу вначале, я хочу понять, куда я попал. Вот, и дальше после того, как человек уже такой, блин, хочу, и еще им доверять можно, и реально социальных доверий много, сертификаты там тоже выложены, там можно посмотреть, вот, он говорит, да, верю, и тут уже можно человека приглашать к следующему действию. А следующее действие может быть, ну первое, ну предложите им купить, приехать в магазин, либо заказать, и есть прям вот такие, которые уже разогрелись, и они уже настолько хотят вам доверять, что они могут сразу заплатить, но будут, естественно, те, кто не заплатит, и здесь нужно иметь действие, которое, ну как бы, вы, чтобы получили контакт, и здесь вы можете подписать на свой телеграм-канал, что круче, чем на e-mail рассылке, потому что в e-mail рассылке открываемость там 20% считается нормальной, а в телеграм-канале 80-90%, то есть, в 4-5 раз выше, соответственно, либо, ну взять телефон, или подписать на новости, вот, пусть даже e-mail взять, но лучше опять же в телеграм, или в мессенджер в фейсбуке подписать, и если он не купил, то потом его постепенно, постепенно догревать, вот, это вот такие 5 основных шагов, 5 элементов, из чего должны состоять ваш лендинг. Ниже, там, вернее, в документе вы увидите, там, ссылочки на основные наши лендинги, можете разобрать, посмотреть, с каких они элементов состоят, они плюс-минус имеют все такую же структуру, иногда мы играем, заходим через страх, через боль, потом эту боль снимаем, иногда мы, наоборот, сразу снимаем боль и говорим о преимуществах, это все мы тестируем через АБ-тесты, АБ-тесты, это, ну, вот как раз-таки на платформе, легко их проводить, опять же, сейчас я не буду вас с этим грузить, потому что это уже там, более высокий палатаж, это все будем делать в годовой программе, когда непосредственно будем, будем строить все подписные и продающие страницы, вот, еще есть два таких дополнительных элемента, первое, это, ну, как можно еще усилить, естественно, живые фотки усиливают, то есть, большинство используют фотобанки, это прям чувствуется, люди это на уровне интуиции снимают, если там это ваши фотки, пусть они не коазисты, но это ваши, к ним больше доверия, поэтому, лучше, конечно, потратить время, инвестировать время в фотосессию, найти в сессии с ваших живых каких-то мероприятий, вот, какой-то социальный пруф, чтобы вы были с какими-то знаменитыми людьми, особенно это в вебинарах нужно, соответственно, и что еще усиливают, еще усиливают механически разные вещи, к примеру, живосайт, нам очень классно работает живосайт, у многих работает классно callback hunter, система, которая автоматом производит звонок, то есть, человек оставляет свой телефон, и система автоматом звонит продавцу, и клиенту, и соединяет их автоматом, это тоже снижает человеку барьер, потому что человеку достаточно просто вбить номер, и не нужно самому звонить, как бы ему тоже звонят, менеджер тоже, он как бы вынужден просто ответить, потому что ему входящий звонок, и он отвечает, живосайт очень тоже, он выскакивает и говорит, привет, есть ли какие-то вопросы, вот, и в нашем случае около 5% людей начинают задавать свои вопросы, потому что информации часто все равно много, кто-то ее не заметил, либо какой-то вопрос остался неотвеченным на посадочной странице, вот, и еще второй факультативный, это я называю хрень, то, что может увеличить эффективность на 0,05%, но тоже нужно знать, это нужно иметь городской телефон, мобильный, к ним меньше доверия, если вы из Москвы, ну, сделайте там 4,9,5, к ним доверия больше, особенно у возрастной аудитории, потому что они не доверяются там 4,9,9, ну, тем более сотовым телефонам, если внизу там в подвале есть карта с адресом вашего офиса, наличие офиса, даже если он вы онлайн-бизнес, подтверждает вашу, ну, серьезность, вот, поэтому точка на карте, при этом важно понимать, что, ну, если вы там где-нибудь из другого региона и думаете, а не поставить ли мне офис в Москву, вдруг у вас такие мысли, то имейте в виду, что там, если вы интернет-магазин шуб в Новосибирске, то к вам больше доверия, если вы прямо из Новосибирска, и люди из Новосибирска посмотрят, скажут, что, а, вон он на соседней улице, я их знаю, или я мимо этого торгового центра всегда езжу, или если вы онлайн-школа, и вы тоже поставите, что вы из Новосибирска, то люди из Новосибирска будут вам больше доверять. Продвинутые люди вообще для таргетинга по разным регионам ставят в карте разные офисы, потому что, что, онлайн-образование находится всюду и нигде, но для конверсии лучше поставить. Таким образом, вот я описал пять плюс два шага к посадочной странице, либо, ну, вернее, такой больше про продающую все же я говорил. Соответственно, куда я попал, зачем мне это, что это вообще, потом на языке пользы описываешь основные характеристики, прямо вот три ключевых фишки вашего бизнеса. Дальше окунаете человека третьим шагом в делать виртуальный тест-драйв, потом рассказываете, уже человеку снимаете, у него все возражения описываете через отзывы, через часто задаваемые вопросы, через принтскрины каких-то комментариев в вас в соцсетях, снимаете возражения и выстраиваете доверие. И после того, как уже доверие есть и интерес есть, а этот человек постепенно, постепенно, постепенно ознакомлены с ним, это все градус увеличивается. И вы постепенно обостраете доверие и можете уже его возводить на следующее действие. Следующее действие купить, а если он не покупает, должна быть все равно кнопочка там подписаться или получить более подробную информацию или связаться с менеджером или задать вопрос. Эти все действия нужно прямо тестировать, оботестировать. То, что я вот рассказывал, что человек постепенно проходит, есть такие веб-визоры в аналитике и мы тоже будем учить ими пользоваться. И по сути, они вот, самое важное, это вот первая страница, туда все 100% людей, которые зашли, они ее видят. И дальше, в зависимости от того, насколько вы им зацепили, из этих 100% может пройти 98% людей ниже и дальше больше подогреться. потом 80%, 70%, 50% до конца дойти и из них 25% из начального трафика кликнуть на целевое действие. А может быть так, что первая не заинтересует и только 50% перейдет на второй экран, а в втором экране только 25% дойдет до третьего. И вот это вот все, тот рекламный бюджет, эффективность рекламного бюджета в зависимости от того, насколько вы выстроили правильно стратегию по посадочным страницам. И теперь, ребята, это очень важно, особенно для онлайн-образования. Значит, вам нужно учиться мыслить не лендингами, а цепочками касаний с клиентом. Это тоже есть в документе, который я использую как шпаргалку. Если вы раньше просто, даже когда мы начинали два года назад работать с лендингами, мы в лендинг вшивали и лидмагниты, и все, и человек терялся. Сейчас у людей клиповое мышление. И важно понимать, что нужно помогать человеку постепенно переваривать вашу информацию. Нельзя ему сразу полного барана отдать, чтобы он съел. Даже если баран вкусный, он его не сможет переваривать нормально, особенно если он раньше баранину не ел. И тем более целого, он не сможет переварить. Его нужно постепенно по кусочкам доджестив его давать, аперитивчик какой-то. И вот как раз таки лидмагниты и являются этими аперитивчиками. Вот вспомните, как вы знакомились, большинство из вас знакомилось с нашим акселератором. Вас приглашали на лидмагнит, двойной лидмагнит. Зарегистрируйтесь на вебинар и получите пошаговый план создания онлайн-школы с нуля. Вот. И более того, этот лидмагнит был осознанно недописан. Там только 4 шага из 12. Это чтобы у вас был интерес прийти на вебинар. Это чтобы у вас был интерес написать мне в Телеграме. Я смотрел, там оценивал, что 14% людей из зарегистрировавшихся на лидмагнит мне писали в Телеграме. То есть я получал плюс дополнительно 14 контактов и с некоторыми переписывался. Я это протестировал и потом перевел на отдел продаж. И сейчас они от моего имени переписываются. Это тоже такие фишечки, которые нужно отслеживать. Ссылки на это все и текстовое описание я даю в сопровождающем документе. Соответственно, вы можете посмотреть. Но еще раз, мыслить нужно прям маршрутами пользователя. Откуда он приходит? С рекламы, со статьи, со статьи, о чем была статья. Там лидмагнит специфический должен быть с рекламы, на какой лендинг-пейдж, что вы ему рекомендовали, что вы ему предлагали. Значит, нужно на этом же языке продолжать общаться. Соответственно, это вот опять же, возвращаясь к тому, что у людей клиповое мышление и тому, что вот по сути выстраивание отношений это как с клиентом или с девушкой, это одно и то же, то нужно постепенно, постепенно, не нужно сразу на нее налетать и рассказывать, какой ты крутой, а она подумает, ты сумасшедший, даже если ты крутой. Соответственно, нужно поступательно давать. Итак, друзья, домашнее задание. Первое. Зарегистрируйтесь на Таймпэд, создайте там аккаунт, зайдите, посмотрите, как там создаются аналоги посадочных страниц. Изучите договор, поймите, как стать там, как стать там официально, чтобы можно было получать платежи. Там, по-моему, 9% Таймпэду комиссия. Это один из поводов, почему на Таймпэде все же, ну, долго нельзя сидеть, потому что можно перейти на платформу, платформу ЛП, там платить тысячи две рублей в месяц и три с половиной процента платить за эквайринг. А если вы станете випом, и у вас выручка будет более миллиона рублей в месяц, то можно платить два с половиной процента. То есть, можно платить два с половиной процента, в отличие от того, что у Таймпэда, там, когда ты вырастаешь, там, по-моему, минимальная комиссия все равно 7, то есть, экономит там почти в два-три раза. Второе. Зарегистрируйтесь на платформе ЛП и тоже попробуйте там поиграться, понять, как это все работает. Просто не делайте там пока что лендинг пейдж, у вас все равно не будет времени. Просто здесь важно принимать, как это работает. И третье. Возьмите в 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 рекомендую вам работать в в powerpoint и создавать тз. А лучше в облачном powerpoint. То есть, зарегистрируйте себе gmail аккаунт, если у вас нету, если есть, то в нем зайдите на google docs, там есть формат powerpoint презентации облачной и там накидайте вот эту вот структуру вашего ланда, сначала подписного, соответственно, у вас есть сейчас ссылки в прилагаемом документе на наши посадочные подписные страницы, где лид магнит. Сделайте что-то подобное, просто тз. И сделайте второе тз. Это тз продающей страницы. Что вы продаете, для кого, для чего, прямо нарисуйте в формате презентации. И потом уже, когда у нас закончится курс фундамента, вы сможете пойти на платформу LP либо на таймпад и там реализовывать уже свое тз. Итак, регистрируемся на таймпад, регистрируемся на платформе, делаем тз подписной страницей и делаем тз продающей страницей и отчитываемся. То, чтобы сделать тз и зарегистрироваться, даем вам два дня. Все, давайте, вперед!